А вот и август настает, жара немного достает. Созрели яблоки и груши, но винограда ты покушай. В поход собрался, так иди, рюкзак с собою не бери. Доверься матушке природе и пообедай в огороде. С утра промчись о поросе и подивись вокруг красе. Красе, что лето подарило, а вас загаром наградила. 25 августа, день Фотия и Аникиты, назван в честь памяти мучеников Фотия и Аникиты. Они родственники, племянники дядя. Аникита выступил против устрашения сторонников христианской веры, за что был схвачен и мучен. Даже дикие львы не тронули его. Через множество пыток прошел Аникита, но Господь оставлял его в полном здравии. Племянник Фотий явился к императору и потребовал отпустить дядю Аникиту, за что был подвергнут пыткам и сожжен в печи. На Руси день этот называли Фотий поветенный, потому что убирали на поветях, сараях, в которых хранили лошадиные упряжки-сохи. Это надо было сделать сегодня, чтобы черт ногу не сломал и не разозлился на домочадцу. На Фотия возможны первые заморозки. Чувствовалось приближение осени. Клены уже сбрасывали листья, а перелетные птицы готовились отправляться на юг. Приметы. Если сегодня ясная погода, будет много белых грибов. Если сегодня дождливая погода, бабье лето будет длинным. Если к этому дню уже пожелтели листья на деревьях, это к ранней и прохладной осени. К нам сегодня пришел, он получил травму, упал на гололеде и возник вопрос, как быстрее эту травму залечить, с помощью чего? Ну, хотелось бы, да. Хотелось бы. И вот я знаю, он как раз уповает на то, что если в пище больше белка, то будет быстрее идти оздоровление. Ну, я не то чтобы уповаю. Мне кажется, что это вопрос такой... Ну, думайте. Ну, прямо скажем, сложный. Да, белок, волокна. Не знаю, полноценное питание, вероятно, витамины, кто знает. Микроциркуляция должна наладиться, я подозреваю, в колене. Ага, правильно. Вот нужно, соответственно, ее как-то подтолкнуть. Хорошо. Микроциркуляция в колене должна наладиться. Ну, это тут массаж, можно делать и прочие процедуры. Но важно... Важно, чтобы эта микроциркуляция принесла к поврежденному месту вещества, которые будут быстренько вести оздоровление. Ну, да, вопрос, какие... Традиционно мумио, я вот знаю. Вот, вот, вот. Традиционно мумио. Мумио – это обилие микроэлементов, обилие таких своеобразных биологически активных веществ, которые способствуют заживлению ушиба или раны, или перелома даже. А я предлагаю воспользоваться вот таким более простым, и, я думаю, более сильным даже средством, как проросшая пшеница. Дело в том, для того, чтобы что-то восстановилось, нужен вот такой вот так называемый фактор жизни, витальный фактор, чтобы потенциал организма повысили. Где его взять? И окажутся... Ну, мне кажется, солнце, женщины, природа... Солнце, женщины, природа – хорошо, хорошо. Не знаю, там интересная работа. Вот самый витальный фактор лучше не придумай. Хорошо. Это, несомненно, важно, действительно. Но в проросшем зерне, так как имеется жизнь, и она прорастает, значит, всем процессам, которые возникли там, ну, для того, чтобы... Для срастания и прочее, прочее, необходима скорость, необходима вот эта жизненность. И проросшая пшеница может и дать. Плюс, когда пшеница проращивается, что здесь происходит? Крахмал превращается в солодовый сахар, и... Из него, в свою очередь, получается прекрасное пиво. Вот, в свою очередь, в пиво, да. И обилие витаминов группы В. Это точно. Вот, именно те, которые нужны для того, чтобы все это делали. Поэтому я предлагаю сделать такое интересное блюдо. Даже так вкусно. Да, действительно, немножечко сладенькое. Я предлагаю сделать котлетки из проросшей пшеницы, и вы попробуйте их. Конечно, попробуйте. Для того, чтобы все быстрее у нас работало. И для этого мы с вами используем мясорубку. Сейчас будет страшный звук, мне кажется. Вот, мясорубочку включаем. Должны сначала получить вот такую массу. Туда добавим немножечко, кстати, чеснока. А знаете, зачем чесночок? Ну, за тем, что чесночок никуда не лишний. Мы знаем боли сухуато, которым лет тысяч уже шесть, как минимум, из чеснока в традиционной китайской медицине. Доктор хуато, мне кажется, что только не лечил. И китайцы, по-моему, их... Я даже одно время пытался эти боли супить, но, к сожалению, мне, как европейскому человеку, это сложно. Потому что запах от этой лекарственной формы настолько сильный, что потом носишь его весь день. Даже если с утра только принимаешь. А уж если как хуато рекомендуют 3-4 раза в день, то я просто не знаю, как это нажать. А какой запах вообще? Запах плотный, чесночный. Плотный, чесночный. Причем, что удивительно, был какой-то период сотрудничества с китайскими товарищами. Что удивительно, вот те боли сухуато, которые покупал в России, вроде приличные в аптеке, в них такого сильного запаха нет. А те, которые приводишь из Пекина, в них этот запах еще сильнее. Может, технологии разные. Может, они на экспорт осознанно как-то делают более мягкую форму. Потому что, честно говоря, мне сомнительно, что это поджигно. Хорошо, а что вообще делает чеснок? Чеснок за счет своих жучьих свойств как раз усиливает микроциркуляцию. Ну, потом там фитонциды. Ну, фитонциды это одно. Для того, чтобы все быстрее зажило, важно усилить микроциркуляцию. И чеснок этому способствует. А в прорывшее зерно я добавлю чеснока, знаете, для чего? Чтоб он придал нашим котлеткам мясной вкус. Что самое удивительное. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Ну, я бы сказал, знаете, я напишу, что мне кажется, мясной вкус-то мы не передадим. Мы сработаем на здоровую психологическую иллюзию. Если котлетка мясная, да с чесноком, то вот она и мясная. Соответственно, наличие чеснока создаст иллюзию хорошей мясной котлеты. Не мясной вкус, а наша привычка к тому, что мясо с чесноком. Хорошо, хорошо. Ну, кажется, мне кажется, так. Журничество, конечно, но такое честное журничество. Так. И? Новые технологии у нас заработали. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч!